Евгений Иванович Скурко, подлинное имя поэта, родился 17 сентября 1912 года в белорусском селе Пильковщина. Он с детства отличался любознательностью и тягой к наукам. Евгений закончил польскую школу, белорусскую и русскую гимназии, учился в Москве, где и познакомился с классиками русской литературы. Его характерная черта – активная гражданская позиция, за что в начале 30-х годов был дважды арестован. Первый сборник стихов Максима Танка под названием «На этапах» вышел в 1936 году. Как признавался сам поэт имя, он позаимствовал у Максима Горького, а фамилию выбрал созвучную, динамичному и тревожному ритму того времени. Шестилетнему Максиму ничего выбирать не пришлось, и к известному знатоку из «Что, где, когда» его имя никакого отношения не имеет. Просто тезка, причем полный. Мне бабушка рассказывала, что меня назвали Максимом в честь Максима Танка. В годы Второй мировой войны Максим Танк работал в печати и не переставал заниматься творчеством. Его стихи и поэмы выходят в 1942 и в 1945 годах. После войны редактировал журналы. Имеет множество званий и наград, обладатель сталинской и ленинской премий, звания народный поэт Беларуси. Имя Максима Танка носит Государственный педагогический университет. Его имя вписано в историю белорусской литературы наряду с такими великими писателями и поэтами, как Якуб Колос, Янка Купала. Максим Танк тоже не только поэт, он и замечательный переводчик, общественница, деятельность, философ. В общем, человек разносторонний и очень популярный, уважаемый в Беларуси. Я его с детства знаю, я все-таки учился в белорусской школе. И еще с детства из школы помню такие стихи Максима Танка. Вот я думаю, что если я их на белорусском языке сейчас прочитаю, 4 строчки, наверное, долговелчане поймут. Простое счастье людское, так, як и наша с тобою. Пэ у нас складается с пылу, с родного небосхилу, с дружбой моцнейшей от смерти. С песней, и так мне сдается, как шагу инш раскласти, да к тебе было пьяно счастье. Вот такое у меня и отношение к Максиму Танку. Поклонники знаменитого ансамбля «Песнеры» наверняка вспомнят такие песни, как «Сережки», «Ава, Мария», «Ты меня любишь». Но, может быть, не все знают, что написаны они на стихи Максима Танка. Чернобыльская трагедия в его жизни и творчестве занимает особое место. Ее он изучал как поэт и историк-документалист. Это очень тяжелая тема. Она охватывает целый ряд стихотворений, в которых он пишет их самые названия. Даже говорят о том, что тут Беларусь была, теперь остерегайтесь. Значит, в таких стихотворениях он говорит о том, какие реки отравлены, какой животный мир погиб в лесах конкретно, и даже список людей, которые виноваты в этой страшной трагедии. Произведения Максима Танка переведены на многие языки мир. Он по праву считается явлением не только славянской, но и европейской культуры. Среди книг, представленных на выставке, одна коллекционеру Николаю Павловичу особенно дорога. На ней автограф автора, датированный 11 марта 1952 года. Этот ценный экземпляр ему подарили. Я собираю все белорусское, дал объявление, может, кого-то чего есть. Мне человек позвонил, сказал, такая хранится книжка, если к ней есть интерес, он мне подарит. 15 сентября на малой родине поэта в городе Мядель пройдет республиканский праздник поэзии, посвященный Максиму Танку. Да, окупился Центр белорусской культуры, на нем будет представлять Станислав Володько.